С вами Николай Пименко в проекте Дата. 16 марта на календаре. День службы ОБЭП, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Раньше он назывался ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. В этот день, в 1937 году, образованы специальные подразделения в составе Главного управления милиции НКВД. В наше время переименованы вот в эти самые отделы по борьбе с экономическими преступлениями. Собственно говоря, с изменением самого времени, экономических и политических реалий, основное направление этой деятельности – борьба с коррупцией, выявление преступлений в сфере кредитно-финансовых организаций и многое-многое другое, в том числе и охрана интересов страны, прежде всего экономических и национальных. У родившихся в этот день в 1839 году в этот мир приходит Франсуа Арман-Сюли Прюдоум. Французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе в 1901 году. С формулировкой «за выдающиеся литературные добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение сердца и ума». Он наиболее яркий представитель группы французских поэтов «Парнас». Девиз группы «Действуй и надейся». Для поэтов-парнасовцев была характерная идея литературы как мастерства, а не вдохновения. «Причина горести для нас несокровенна, причина радости нам часто неясна. Есть дни, когда душа без повода блаженна, и тайной прелести вселенная полна». 1884 год – день рождения Александра Беляева, русского и советского писателя-фантаста. В своих книгах он предсказал немало изобретений, которые действительно были позднее воплощены в реальность. А еще в юности, когда ему было 18-20 лет, будущий литератор, говорят, изобрел волшебный фонарь. Проектор, который впоследствии оказал огромное влияние на развитие кинематографа. 1890 год – день рождения Соломона Михоэлса, актера, режиссера, руководителя государственного еврейского театра. Он был убит в Минске агентами госбезопасности, которые инсценировали автомобильный наезд. По крайней мере, так утверждают историки, которые знакомились с определенными документами. 1920 год. Михаил Швейцер приходит в этот мир, кинорежиссер. Его фильмы «Кортик», «Смешные люди», «Воскресенье», «Время вперед», «Золотой теленок», «Бегство мистера Маккинли», «Маленькие трагедии», «Мертвые души», «Крейцерова Соната» знакомы и любимы всеми с детства. 1921 год. День рождения английского актера русского происхождения Питера Устинова. Актер театра, кино, сценарист, режиссер. Первое выступление на сцене состоялось в 17-летнем возрасте. А в 1961 году он был удостоен Оскара за роль в фильме «Спартак». 1927 год. День рождения Владимира Комарова, летчика-космонавта. Его имя присвоено кратеру на обратной стороне Луны и даже малой планете. Говорят, что Комаров был виртуозом в космонавтике. Он любил жизнь и геройски принял смерть. Дважды летал на первых кораблях нового типа «Восход-1» и «Союз-1». Первый человек, который побывал в космосе дважды. Первый человек, который погиб во время полета в космос. В 1935 году родился актер, режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский. А в 1967 году – Богдан Титамир. Российский певец, танцор, диджей, телеведущий. Посмотри на меня, делай как я. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1521 год. Португальский мореплаватель Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин. Спустя полтора месяца он будет убит во время стычки с местными жителями. Не нашли общего языка. 1917 год. Компания Maybelline выпускает тушь для ресниц. Первую современную косметику для глаз на каждый день. Так это называлось тогда. Основатель марки Томас Вильямс застает свою сестру во время ее экспериментов над внешностью. Она пользуется угольком и вазелином. Компания – это производная от имени Maybell и слово «вазелин». Уточню, что компания первая в мире выпустила тушь, первый карандаш для бровей и первый в истории мастер-класс сделала по нанесению косметики. 1936 год. С конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина. «Лимузин», как тогда называли, марки М1. «2004 год. Зал славы рок-н-ролла. 16 марта пополняется новыми экспонатами. Чести быть увековеченными удостаиваются Принц, Джеймс Браун, группы Трафик и Зизи Топ и посмертно Джордж Харрисон. Попасть в зал славы рок-н-ролла – честь для любого музыканта и одна из самых желанных наград. Также в 2004 году, в этот день, в Лондоне обнаружены личные бумаги сэра Артура Конана Дойла. Более трех тысяч листов найдены в офисе одной юридической фирмы. Среди обнаруженных документов – личные письма, в том числе от самого Инстона Черчилля, Бернарда Шоу, Оскара Уальда и президента Рузвельта. Дневниковые записи, черновики и, главное, рукописи неизданных произведений автора Шерлока Холмса. Предварительная стоимость находки составляла 2 миллиона фунтов стерлингов по тем временам. Ну и последнее. В 1762 году, едва став императором Великой России, Петр III разрывает союз с Австрией и перед самой победой русских войск над Пруссией в Семилетней войне заключает перемирие со своим кумиром – прусским королем Фридрихом II. Цитата «Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан», – так писал Фридрих Петру. И он был прав. Пруссия, доведенная войной почти до полного разорения, вряд ли выдержала бы еще одну кампанию – войну с Россией. Петр Федорович спас ее и при этом не только не поставил каких-либо условий, а наоборот вернул ей все завоевания. Больше того, он отдает приказ готовиться выступить вместе с армией дружеской державы короля прусского против вчерашних союзников. Ну а те, как выяснилось, очень быстро встают врагами. Ну и наоборот, как в жизни. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова